Продолжение следует... В личной жизни и так далее... О грыжах позвоночника в поясничном отделе... Тема не самая же отрепещущая, возможно, подумали вы... Но это пока проблемы со спиной не заимелись... Когда они, не хотелось бы, конечно, заимеются... Тогда очень многое в жизни отойдет на задний план... Уступив место сегодняшнему сабжу... Еще один важный нюанс, который красной ниткой будет через все видео проходить... Заключается в том, что проблемы со спиной... Грыжи, в частности, крайне важно не допускать... Потому что если вы это допустили... То вылечить, как, допустим, простуду не получится... Поэтому... Потому что у самого спина иногда побаливает... И я, в принципе, за ее здоровьем слежу посредственно... Потому что в руки попалась недурная информация про лечение спины... И живой пример подписчик Саша с почти десятком грыж... Потому что узнал о ряде веществ, способных существенно помочь в обозначенном аспекте... И порядок других причин... Я все-таки решил тему эту затронуть... Хотя многим из вас... Возможно, интереснее было послушать про натропы... Или философию жизни от Андрея Арбенина... Все-таки советую не пройти мимо... Потому что какой-то биохакинг когда-то не может просто банально разогнуться... Для начала предлагаю разобраться о физиологии и анатомии... Признаюсь честно, до этого видео... До того, как я начал изучать информацию... Собирать информацию для вас про грыжи... Я вообще не знал, что это такое... Как это выглядит, как образуется, где-то вообще даже находится, собственно говоря... И скорее всего, среди вас есть такие же... Поэтому будет познавательно... А анатомия такова... Есть спина, есть позвоночник или же позвоночный столб... Состоит он из 32-34 позвонков... Последовательно соединенных друг с другом в вертикальном положении... Позвонки разделяются на шейные, грудные, поясничные, крестцовые и копчиковые... На экране это хорошо видно... И именно в этих буковках и циферках кроется непонятный тайный, на первый взгляд, смысл обозначений в диагнозе от врача... Копаем дальше... В позвоночном столбе проходит позвоночный канал... Это такая полость внутри позвоночника, вдоль которого располагается спиной мозг... Вот так выглядит спиной мозг в реальности... Он, в свою очередь, будучи подобным длинному проводу, состоящему из миллионов нервных волокон... Обеспечивает связь головного мозга с периферией и осуществляет рефлекторную деятельность... А из спинного мозга выходят корешковые нити, выражаясь, понятно... В ягодицу, ногу, стопу и так далее... Выглядит это примерно вот так... Которая осуществляет передачу сигналов от мозга к телу и обратно... Формируя нервы рук, ног... Простыми словами, которые и обеспечивают возможность нам ходить, прыгать, двигать частями тела и так далее... Сломана шея, сломана спина... Нарушена связь между мозгом и спинным мозгом... Между телом, по сути... И все, коляска на всю жизнь... Поэтому стоит все-таки осознать важность этих структур... Ну и, собственно говоря, теперь будет понятнее объяснить, что такое грыжа... Грыжа это выдавливание ядра межпозвонкового диска в результате нарушения целостности фиброзного кольца... А межпозвонковые диски, работающие как амортизаторы, смягчая позвоночник, разделяют позвонки вот в этих местах... Это, грубо говоря, хрящевая оболочка позвоночника... Напоминаю, что позвонков 32-34 и составляют они позвоночный столб... Уже сама суть этого явления вызывает какие-то неприятные ощущения... Что-то там выдавливается, вылазит... Даже просто слышать это неприятно, не то, что ощущать на своем теле... Так вот, самое неприятное во всей этой истории то, что выдавленная грыжа может повлиять на те самые, вспоминаем, теорию корешки... Да, с помощью которых мозг и управляет всем телом... И если грыжа защемит эти корешки, то, допустим, может возникнуть вот такая походка... Более различной тяжести и так далее и тому подобное... Надеюсь, объяснил понятно, подбирал долго формулировки, потому что вроде бы все понятно... Суть-то на самом деле несложная, но столько всяких новых нюансов, новых терминов, что бывает путаешься... Логичный вопрос, а из-за чего грыжа, собственно говоря, возникает? Причины видите на своих экранах... Травма понятна, но я бы выделил то, что нередко грыжа возникает тогда, когда, не готовая к этому спина... То есть не натренированная, испытывает чрезмерные нагрузки. И вот надо сказать, раньше, будучи моложе, я значительно с большим рвением хватался за всякие там... Неподъемные тяжести сейчас, когда есть понимание, к чему это может привести... Пообщавшись с такими же обезбашенными подписчиками, которые уже имеют такие проблемы... Стал значительно более аккуратным. И надеюсь, на вас этот материал повлияет таким же образом, потому что, повторюсь, самое главное не допустить. Теперь без излишней художественности про то, что делать. Вот вам результаты обследования от подписчика Саши, у которого, если не изменяет память, шесть грыж. Помимо этого, на консультациях часто получал фидбэк от подписчиков. Ну и, конечно, несколько недель, как это обычно бывает, изучал англо- и ру-язычные ресурсы. Не претендую на истину последней инстанции. И сразу скажу, что не знаю никаких супер-биохакерских, полученных от спецслужб методов лечения грыж. Но сказать ей что. Итак, неловкое движение, боль в спине, судя по всему, грыжа. Понятное дело, первым делом обездвижутся, вызвать врача, обезболиться, определить, есть ли экстренная необходимость в операции. Например, если наличие чувствует сложности с мочеиспусканием или теряется чувствительность ноги или то и то. Если есть операция. Альтернатив, к сожалению, особо нет в случае, если квалифицированный врач определяет, что есть шанс остаться инвалидом без оперативного вмешательства. Если ситуация терпимая, осложнений нет, операцию сразу нет необходимости делать, то в любом случае, скорее всего, рано или поздно вопрос возникнет, а стоит ли вообще делать операцию, может быть, там спустя какое-то время. И, поизучав YouTube, пришел к выводу, что, ну, есть такая тенденция, очень много ангажированных лиц рекомендуют не терпеть боль, а сразу ложиться под нож врача. Так делать или не делать операцию, если боль терпимая, а осложнения маловероятны? Маловероятны. Очевидно, нет. К этому склоняются практически все, кто как-то связан с темой и не имеет прямой выгоды от проведения операции. Почему? Да просто даже потому, что каждая операция, это хоть и малый зачастую, но риск. Потому что после операции часто случаются рецидивы, если это колесо раскрутить. Потому что это банально дорого и, самое главное, в 70% случаев грыжа проходит сама собой, без оперативного вмешательства статистически. Более того, информация, которая меня удивила, многие люди, которых вы знаете, которых видите на улице, которые не знают о том, что у них имеется грыжа, но при этом испытывают боль в спине, на самом деле грыжу имели, либо имеют. Особенно это касается людей, которые уже в возрасте. Так вот, если следовать такой логике, получается, и их тоже нужно класть на операционный стол. Бред. Поэтому, если пик прошел, вы уже можете двигаться, сами себя обслуживать, то начинаем реабилитацию. Закладываем 2-4 месяца, с этого момента ваша жизнь уже не будет прежней. Даже если все пройдет, как отмечают больные, страх остаться инвалидом на всю жизнь сидит на подкорке. И оно прекрасно понятно. Это сейчас ты красивый, молодой, девочки, тиндер, тачки, кубики пресса, все замечательно, но может случиться так, что вот хруст и розовые очки спадут мгновенно. Первым делом, что отмечают поголовно все опытные люди, нужна физиотерапия. Начинаем посещать всякие процедуры, заниматься с физиотерапевтом, принимать БАДы и другие вещества, о которых расскажу далее. На ютюбе полно видео с пошаговой инструкцией, какие упражнения следует делать во время восстановления, так что не вижу смысла на этом моменте сильно зацикливаться. Тут и классическая физиотерапия, и растяжки, и гимнастика, разминка по бубновскому и многое другое. Поэтому нужно стараться вести в обычный нормальный образ жизни, работать, гулять, отдыхать, делать то же самое, что вы и делали раньше, только осторожно. Далее, выделим самую распространенную и подтвердившую свою эффективность на практике методику, помимо стандартных, естественно. Это электрофорез плюс карипозим. Папаин, действующее вещество препарата, применяли еще в 50-х годах. То есть это такой мастодон, с которым в любом случае, скорее всего, придется столкнуться при любых способах лечения, потому что это просто и эффективно. Сам по себе папаин это полипептид, содержащийся в папае, который способен увеличить эластичность грыжи, смягчить хрящевую ткань и даже освободить в удачных случаях зачемленные корешки. В общем, та еще годнота советского производства. Электрофорез с карипозимом можно устроить дома, а вместе с ним и скипидаровые ванны, которые в разы усилят эффект. То есть никуда ходить не надо, тем более, что инструкции все есть в интернете. В сети множество отзывов, начиная от «не помогло вообще», заканчивая «о чудо», излечило все мои проблемы в жизни, но, собственно говоря, учитывая характер травмы, по-другому быть и не может. Единственное, что меня удивило, я такую тенденцию заметил, что многие люди жалуются, мол, вот там какое-то средство работает, другое средство не работает, вроде бы одно и то же вещество и так далее. Я немножко эту тему изучил и пришел к выводу, что это дело даже не в подделках или там, допустим, в некачественном товаре или еще что-то, а просто в том, что у людей, ну так мягко выразимся, немножко не хватает внимательности. Потому что на рынке есть лишь одно вещество, старинное, называется карипозим, которое подходит для терапии, связанное с восстановлением после грыж. А все остальные аналоги, либо вещества с похожим названием, таких пунктов в инструкции по применению не имеют. То есть косметика, БАДы на основе папаина – это не медпрепарат. То есть есть косметика, БАДы различные на основе папаина, а есть медпрепарат, не стоит путать. Второй оплот заработавшего грыжу – это ортопедические корсеты. Помогут они в том случае, если у вас болит спина, вам необходимо идти на работу в офис и долго сидеть там на стуле. Но не стоит использовать часто, чтобы не ослабить мышцы. Третий оплот – это инверсионный стол. Рабочий, но достаточно опасный инструмент для восстановления. Вот так выглядит, покупает их обычно с рук и продают после улучшения состояния спины. В принципе, полезная штука, много положительных отзывов, но не подходит для людей со слабой физической подготовкой и для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Далее, многие рекомендуют, с утра можно лежать вот на таком ролике из спины 10-15 минут. Просто и эффективно для нетравматичного растяжения спины и снятия боли. Следующий момент – интервальное питание. Конечно, голодание в таких случаях, когда организму усиленно нужны полезные вещества, минералы, витамины и все остальное, наверное, не самый разумный и логичный ход. Но интервальное питание, которое может быть не очень сильно, но повысит гормон роста, решение не самое плохое. Плюс я бы еще добавил, наверное, ну не то чтобы отказ, но хотя бы аскеза в моментах употребления сладкого. Далее, йога. Не отношу это непосредственно к реабилитации с физиологом, потому что вряд ли такой классический физиолог советской школы присядет с вами помедитировать, а потом умиротворенно займется йогой. Но найти таких специалистов можно. Можно и самим обучиться кое-как через видеоуроки. А опыт подписчиков гласит о том, что занятия – это далеко не бессмысленное. Далее, иглотерапия. Обращаться, естественно, стоит к восточным специалистам. В некоторых случаях практика показывает свою эффективность, потому что в месте укола приливает кровь, происходит раздражение и иногда это ускоряет регенерацию. Далее, сон на твердой поверхности. Пожалуй, конечно, с мягкого дивана сразу на твердый пол ложиться не стоит, но купить более там плотный матрас и добавить жесткости во время сна – идея далеко не самая плохая. Следующий момент – упражнение Маккензи. Это уже информация с англоязычного сегмента. В принципе, в вопросах лечения на Западе люди более консервативны. Если сказано врачом так, значит так. С другой стороны, там лучшие развиты технологии, поэтому в некоторых сферах иногда можно обнаружить значительно более эффективные и менее болезненные способы лечения. Но в случае с грыжами, пока, во всяком случае, я чего-то нового не нашел. Однако, метод Маккензи, который вы видите на своих экранах, пользуется большой популярностью и рекомендует его очень многие. И кто, что важно, с грыжей сталкивался. Так что рекомендую присмотреться и изучить сопутствующий материал. Следующее – массаж. Сильные массажи, как и судорожные попытки укрепить спину сразу, как только грыжу получил. Это не самый правильный и самый логичный путь, по которому можно следовать. Но, в принципе, массажи в концепции реабилитации обязательно. Здесь могу порекомендовать канал Эдуард Конкин. Сразу скажу, что в этом видео нет рекламы. То есть, все, что я здесь буду рекомендовать – это, ну, просто жест доброй воли. То есть, где-то что-то обнаружил полезное – вам рассказываю. Я уж не стал эту ветку чрезмерно копать, потому что тут можно зарыться по самые уши на пару недель изучения. А надо бы и прогуляться, сходить все-таки лето. Девочки, ну, поймите автора правильно. Но, судя по всему, для некоторых людей информация на этом канале может стать крышесносной. Так как Эдуард даже на шапке канала крупными буквами написал, что, мол, грыжа межпозвоночного диска – это в 90% случаев неправильно поставленный диагноз. И самое главное, что автор сам прошел через такой диагноз. Мое мнение, я все-таки не думаю, что прям 90%, потому что это было бы вообще уже какой-то теорией заговора. Но что-то в этой информации есть. Я так посмотрел несколько видео и пришел к поводу, что стоит присмотреться. Потому что, действительно, скорее всего, во всяком случае, первопричины, то есть предтечи всех этих проблем, они могут лежать не в костях, а в мышцах. Ну и, наверное, один из самых современных методов неоперативного лечения – это резорпция грыжи. Существует, как у нас, так и на Западе. Я лично консультировал подписчика, который с помощью этого метода вылечил свою поясницу. Суть в различных манипуляциях, способствующих уменьшению размеров грыжи. Методика уменьшения грыжи существует не так давно, и по отзывам моих знакомых врачей, по отзывам врачей в сети, в универе эту информацию пока не преподают. Во всяком случае, вру универ. Если бы мой лечащий врач сказал, что грыжа лечится только оперативно, то, скорее всего, я бы его сменил, потому что и он устарел, и его методы. Успех, конечно, во многом зависит от локализации грыжи, но попробовать стоит определенно. Ну и если ничего не помогает, и наличие грыжи влияет на качество вашей жизни, поборовшись и спробовав все доступные методы, можно обдумать операцию. Ну такое у меня сложилось мнение, во всяком случае, после изучения тон информации. Теперь касаемо веществ. Куда же без них, что бы я мог порекомендовать? Во-первых, самое главное, снимаем воспаление. Здесь куркумин, босфилия и кора муравьиного дерева. Во-вторых, все, что прямо или костно поддержит или восстановит структуры хрящей и костей. Тут и коллаген, МСМ, глюкозамин, хондроитин, витамин С, кальций и гиалуроновая кислота. Причем есть отличные комплексы, нет необходимости покупать все по отдельности в данном случае. В-третьих, витамины группы В. Если нет ничего другого, можно обойтись мельгамой, доступной в РФ, не самый плохой вариант. И в-четвертых, это базовые расходники, такие как цинк, магний, D3, омега-3. Да-да, несмотря на антихайп, я пока не получил практически подтверждение, что эта добавка бесполезна. Отдельно от всего остального, качественные мультивитамины, которые, безусловно, организм поддержит. И не забываем про карипазин, о котором уже упоминал выше. Из экспериментальных веществ, я все-таки не могу, обладая информацией, не поделиться ей с вами, пусть даже это далеко не БАДы. Стоит выделить самототропный гормон. За последние 40 лет экспериментальных и клинических работ свою высокую эффективность доказал лишь этот препарат. Для примера, он стимулирует рост хрящевой ткани в 100 раз сильнее, чем даже введение тестостерона и инсулина. А еще больше эффект оказывает комбинированное введение самототропного гормона и терекальцитонина. Это такой особого рода гормон щитовидной железы, который усиливает репарацию как костной, так и хрящевой ткани. Ну и, конечно, вода. Если беда случилась, а можно, в принципе, без всяких бед, то заходим на Озон, Вайлдберис, другие подобные сайты и заказываем вот такой двухлитровый стеклянный кукшин. Вот под такие задачи подобные сайты подходят. Для покупки бада зачастую нет даже близко. Ну и начинаем привыкать каждое утро такой кукшин наполнять водой и в течение дня пить. Это вообще должно стать некоторым ритуалом. Что касается веществ, все ссылки, которые найду, оставлю в описании по возможности. Ну и плавно переходим к самому важному и предзаключительному информационному блоку, ради которого во многом я и снял это видео. Как не допустить грыжу, чтобы потом не остаться причитающим у разбитого корыта? Самое главное, исключаем, просто берем и выкидываем из своей жизни сидящий образ жизни. Говорю про себя, как минимум 10 тысяч шагов в день, как минимум 2-3 пробежки в неделю в парке с ускорением. Можно добавить ожумание, подтягивание, пресс, что я, в принципе, и делаю. Даже на консультациях я не требую от своих подписчиков каких-то там преодолений себя, рекордов там и всего остального. Спорт, в первую очередь, должен быть в удовольствии. Но главное, он должен присутствовать. Это одна из основ биохакинга. Кстати, если хотите видео про основу биохакинга от меня, то ставим лайк, пишем комментарий. Отдельно в этой стези можно выделить бассейн. Если присутствует желание и возможность, то посещение бассейна, пожалуй, лучший способ укрепить спину. Если бассейн не нравится, не беда, есть сотни других способов закачать спину, а вместе с ней и многое другое. Google и YouTube в помощь. Ну и, конечно, массаж от различного рода, посещение массажистов, массажисток можно немножко добавить, мануальных терапевтов, остеопатов. Это все должно быть. Во всяком случае, если вы чувствуете какие-то проблемы со спиной так точно и желательно там с 30, может быть, 5 лет вводить на более-менее постоянную практику. Я вообще считаю эту тему недооцененной и рано или поздно буду ее более подробно раскрывать на канале. Ну, уже начал, в интервью с массажисткой уже было, будет еще что-нибудь. От себя дам совет, потому что собаку съела всяких там путешествиях, автостопом с рюкзаком на спине, всяких походах и так далее. Не экономьте никогда на первое обуви и второе рюкзаке. Рюкзак должен быть максимально комфортный, максимально удобный, так же, как и обувь. И поверьте мне, если вы купите качественный рюкзак, вот именно созданный по современным технологиям, и сравните его с чем-нибудь вот таким, смерть на спине 2000, подобного плана, то ощущаться разница будет просто колоссальна. Да, кстати, в дополнение ко всем информационным блогам, порекомендую ряд каналов на YouTube, изучая которые, я нашел порядочно полезные информации о теме, которые мы сегодня разбираем. Эти люди разбираются в вопросе, вероятнее всего, намного лучше меня, поэтому если вам нужны расширенные знания, то вперед. Я только за. Тем более, что основной посыл этого видео, который я вбиваю в вашу голову уже 15 минут, заключается в том, что есть вещи, о которых поздно беспокоится, когда они уже случились. Я надеюсь, что вместе с моими сладкими речами, эта информация все-таки вам в голову попадет. И последнее, кратко. Глюжа прошла сама собой, но болит спина или болит спина и трудно, или даже больно ходить. Что делать? Из того, что я лично находил, могу порекомендовать два ресурса. Первый это центр Юрия Репина, самого специалиста уже нет в живых, но его ученики до сих пор помогают людям. Суть определенной ударной техники, которую многие хейтят, принцип которой заключается в восстановлении положения позвонков. Как я понял, специалисты на грыжу даже особо не смотрят, их интересует другое. Рекомендую посмотреть несколько видео, забавно лупят по спине пациентов, которые потом за это благодарят. Такой метод подходит именно против затяжной боли. И второй ресурс это как раз таки канал Эдуард Конкин, автор целый канал с черепил, покрупнее моего между прочим, на одном лишь тезисе, что фибромиология это самостоятельное мышечное заболевание, из-за которого заклинивают мышцы, которые держат позвонки чрезмерно сжатыми. Вывод прост, лечите мышцы и боли уйдут. Вся информация на канале, если кратко, то лечение это очень сильный и корректный по мышечным триггерам массаж. Как-то так, желаю вам здоровой спины, призываю дежурно ставить лайки, подписываться на канал, что я просто снимал больше видео для вас, заглядывать в наотропный шоп в Телеграме, где можно найти и мой ежовик, и наш красный мухомор, и, внимание, теперь и пантерный мухомор. Ну и самое главное, делитесь своим опытом в комментариях, потому что именно этот опыт может помочь другим людям, и он может быть важнее даже то, что я во всем видео рассказал. Не забывайте, что также крайнее видео это теперь чат, где можно делиться опытом, задавать вопросы не только по теме видео, но и вообще, в принципе, как обычно, писать всякий бред и все, что вы хотите. Если будут какие-то дополнения от меня, то есть если я, допустим, найду какую-то более-менее существенную информацию по грыжам, я ее также буду писать в комментариях, ну и если, конечно, это не будет материал, достойный отдельного видео. На этом у меня все, спасибо за внимание, пока. Ставьте лайки, ставьте колокола, говорите свои комментарии, я все смотрю, все слежу.